Дорогой и глубоко уважаемый Евгений Владимирович, стали мы заповедником с филиалами крепость Чембала, крепость Каламита и отделом Гераклейские клеры. На что Евгений Владимирович ей отвечает, это ведь все ваш тяжелый, но искренний труд. Тяжелый, но искренний, потому что не просто работа, жизнь, посвященная любимому делу и месту, где она чувствовала себя как дома. Херсонес для Инны Антоновой действительно стал судьбой. В письме она рассказывает, как из провинциального и малоизвестного он превратился в музей-заповедник всесоюзного значения. Руководила она Херсонесом дважды, с 1955 по 1971 и с 1980 по 1985, а в общем там проработала еще дольше. Она, учась на кафедре археологии в Ленинградском государственном университете, должна была ответить на простой вопрос, казалось бы, где находится античная колония Херсонес-Таврический. И случился вот такой курьез, она не смогла отыскать его на карте. А потом, по воле судьбы, через некоторое время она приехала в Херсонес и отдала ему 45 лет своей жизни. Переписка с историками, археологами, архитекторами, рукописи статей, ранее неопубликованные тезисы докладов и, конечно, фотографии. Все это вошло в уникальное издание, посвященное жизни и труду Инны Антоновой. Вот так, например, по ее мнению, в древние века могли выглядеть оборонительные сооружения Херсонеса. Их реконструкцию, опираясь на исследования Инны Анатольевны, создала художница Ангелина Снежкина. Оригиналы работ хранятся в музее-заповеднике. А вот те самые крепостные стены и башни, реконструкцию которых можно встретить на страницах книги. И даже будучи директором Херсонеса, Инна Анатольевна продолжала вести научную работу. В раскопках участвовала лично. Она всегда была одета в свои рабочие раскопочные красные шаровары, в белую рубаху. И вот в таком облике появлялась на раскопках Херсонеса. Инна Анатольевна стала руководить музеем в середине 50-х годов. Херсонесский музей только-только оправился после тяжелого послевоенного десятилетия. Однако ключевые вопросы так и не были решены. Это реставрация памятников, это ремонт существующих зданий. Поэтому, конечно, ей пришлось включиться в эту работу. Какой объем работы за всю свою жизнь проделала Инна Анатольевна в музее-заповеднике, помнят, неспроста книгу о ней назвали «Бессмертная легенда Херсонеса». Экземпляров всего 100. Они разойдутся по разным регионам России. Крупные библиотеки они попадут. 16 экземпляров будет уже отправлено в книжную палату. Там книжная палата по крупнейшим библиотекам ее будет распределять. Было большое количество предварительных заказов от тех людей, которые связаны были с Херсонесом, которые, может быть, знали когда-то Инну Анатольевну. В Севастополе познакомиться с книгой можно будет в Центральной городской библиотеке имени Толстого. К слову, издание вошло в серию «Херсонесский архив», первая книга которой посвящена молодому ученому Василию Лисину. Там опубликована кандидатская диссертация, которую при жизни он не успел издать. Погиб во время Великой Отечественной. Впереди у сотрудников Херсонеса работа над новыми сборниками. Их также планируют посвятить людям, чьи судьбы были связаны с музеем-заповедником. Анастасия Синица, Андрей Тымчук. Новости Севастополя.